В Сочи прошли масштабные учения. В преддверии весенних паводков МЧСники, Росгвардейцы, сотрудники городской и сельской администрации, коммунальщики и медики репетировали действия в случае возможного наводнения в горном ауле Тхагапш. Действия в условиях ЧС отрабатывали более сотни человек. Согласно легенде, обильные осадки спровоцировали сход сели и резкий подъем уровня воды в реке. За ходом учений следила Яна Кулешова. Горный аул Тхагапш. Население около двух сотен человек. От наводнения, которое произошло здесь в июне 2016 года, сегодня не осталось и следа. Однако жители до сих пор помнят, как стихия едва не уничтожила их дома. Было полностью отрезано сообщение дорожное в связи со сходом селя. Полностью были затоплены все дороги, дома некоторые, завалы были. К счастью, тогда обошлось без жертв. Экстренные службы сработали оперативно. Чтобы подойти во всеоружие к возможным весенним паводкам, они собрались на командно-штабные учения. Сценарий знакомый. Река Псизуапсе вышла из берегов. С гор сошли сели. Камнями и грязью оказались засыпаны обе дороги, ведущие Каулу. Чтобы справиться с завалами, задействуют тяжелую технику. Как только путь освобожден, к работе приступают пожарные. Они откачивают из затопленных зданий воду. Одновременно коммунальщики устраняют аварии в системах жизнеобеспечения и подают электричество в дома. Для этого в АУ привезли дизельный генератор. Устанавливают и цистерну с питьевой водой. Спасатели тем временем отрабатывают эвакуацию населения. Жители вывозят из условно опасного места на автобусах. Через ручей Нагиш спасатели протянули альп-снаряжение. Бурные потоки разрушили. Единственный мост местных жителей из другого берега пришлось переправлять по воздуху. Отрезанными от внешнего мира оказались два человека. Многочисленные травмы помешали им самостоятельно преодолеть водяную завесу. Для транспортировки пострадавших спасатели используют специальные носилки. Вы готовы? Да, да, мы готовы. Всего несколько минут потребовалось им честникам, чтобы доставить пострадавших на другой берег. Уже там людей передали медикам. Первопомощь на месте и госпитализация. В учениях были задействованы более 100 человек и 28 единиц техники. В условиях ЧАЭС они должны работать как единый механизм. Цель учения – отработка взаимодействия всех сил и средств, и в том числе населенных пунктов. То есть действия села, действия людей, которые находятся здесь, и взаимодействия с силами и средствами, как МЧС Российской Федерации, так и Росгвардии, полиции и наших коммунальных служб. Участники учения с задачей справились. Следующие масштабные тренировки пройдут 18 марта в Амеретинской низменности. Экстренные службы будут отрабатывать действия при землетрясении. Яна Кулешова, Сергей Щербенко, Бань-24, Сочи.